Всем привет, это Лайкин Юс, с вами Кристина Санько. Сегодня будет не совсем обычное видео по рисованию, я хочу поддержать челлендж 10 стилей и сегодня я буду рисовать всеми любимую хулиганку Харли Квинн. Вконтакте я вас спрашиваю, какие мультики вы любите больше всего. Было огромное количество ответов, я выбрал самые популярные и по ним как раз таки нарисовала Харли. Итак, приступаем к рисованию. Стиль диснейских мультфильмов мне всегда был очень близок, потому что я чаще всего именно в нем рисую. Я выросла на этих мультиках и видимо подсознательно рисую героев моих рисунков именно в таких образах. Добрые, светлые и милые мультфильмы, которые всегда учили добру и радости. Показывали волшебный мир и притягивали взгляд к экрану. Я просто обожаю диснеевских принцесс, но выбрать любимую почему-то не могу. Они все по-своему очень милые. А у вас есть любимая диснеевская принцесса? Напишите в комментариях. По характеру героини мультсериала «Звездочка Баттерфляй» очень похожа на Харли, поэтому ее образ в этот стиль идеально вписался. Мультик прикольный, веселый, забавный. Несмотря на то, что он относительно новый, сразу же полюбился многим зрителям. Судя по вашим комментариям. Я не скажу, что мне было интересно рисовать именно в этой стилистике, но получилось необычно. Мультфильмы Тима Бертона на любителя. Из вас мало кто написал, что любит именно его произведения, и такая рисовка Харли по большой части именно моя инициатива. У него особый мрачный и мистический неповторимый стиль, и мне безумно понравилось рисовать нашу красотку по-бертоновски. Я постаралась передать мрачно прекрасный образ девушки. Насколько у меня это получилось, решать вам, но мне было очень интересно. Я даже подумываю снять пару разворотов ЛД по этой теме. Пишите, что думаете об этом в комментариях под видео. Не скажу, что я прям фанат этого мультика, хотя знаю, что многие его очень любят. Скажу, что этот мультик мне интересен за современность, наличие крутых шуток и хороший сюжет. Но сам стиль рисования персонажей меня не впечатляет. Лично я люблю, когда мультик красивый, а персонажи детально проработаны. Харли хорошо вписывается в этот образ, как думаете? Другая история с Gravity Falls. Да, на вид персонажей здесь немного однобокий, но сам сюжет мульта меня просто завораживает. Характер героев прописан идеально, сюжет захватывающий, шутки прикольные. Я в восторге от этого мультика и рада, что вы тоже. Как вам Харли в этом образе? А это мультфильм моего детства. Я просто была настоящей фанаткой Sailor Moon. Скупала все с символикой любимой героини и пересматривала мультики до дыр. Рада, что вы тоже приравняли это аниме к числу любимых. И мне очень приятно рисовать Харли именно в этом стиле. Время приключений И тоже для меня достаточно неоднозначный мульт. Ничего конкретного про него сказать не могу, так как смотрела пару серий и то с урывками. Но ваше желание для меня закон. Если вы его выбрали, я с удовольствием нарисую Харли в таком стиле. Я люблю японские мультики за креатив и необычность. Что в рисовке, что в создании сюжета. За неповторимой колоритой сказочную атмосферу я обожаю японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Мне нравятся его унесенные призраками «Мой сосед Тоттера. Ходячий замок». Да много крутых и необычных мультиков. Кто еще не знаком с его творчеством, рекомендуем. Моя Харли в этом стиле получилась такой доброй и человечной, как маленькая девочка. И это здорово. Южный парк я часто смотрела уже в подростковом возрасте. И тогда он мне даже нравился. Не советую смотреть его несовершеннолетним. Жестковатый юмор, пошлые шутки, дурацкий, но прикольный сюжет. Не скажу, что мне этот мультсериал прям нравился, но за годноту шуток я его смотрела. Здесь ничего сложного. Простая рисовка и забавная Харли. Стиль Монстр Хай мне тоже очень нравится. Яркие, живые, волшебные кукольные девчули. И я рада, что вы тоже выбрали именно этот мульт в качестве любимых. Рисовать Харли в стиле монстряшек было очень приятно и весело. И девушка получилась достаточно живой и красивой, как куколка. Вот что у меня получилось. 10 стилей Харли готовы. Напишите, какая Харли Квинн вам понравилась больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok. Честно, я даже не знаю, какая из них мне больше нравится. Но, скорее всего, сейчас я выберу, наверное, вот это в стиле диснейской принцессы. Сейлор Мун и, наверное, Хаяо Миядзаки и стиле Тима Бертона, наверное. Вот мои 4 фаворита. Пишите в комментариях, какая Харли Квинн понравилась вам больше всего. Мне будет очень интересно прочитать. Я отвечу на ваши комментарии и пролайкаю самые интересные. Также не забывайте подписываться на мои социальные сети ВКонтакте и в Инстаграм. Мы там проводим веселую, прикольную игру Инстачеллендж. Так что забегайте в гости. Нажимайте на этот злополучный колокольчик, иначе вы просто пропустите мое видео. И да, скоро увидимся. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. Удачи, до скорого. Пока.